Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Мы продолжаем говорить о том, как создавать качественные графические изображения для социальных сетей. И в этом уроке мы поговорим о дополнительных фишках, которые должен использовать эксперт для того, чтобы эффективнее продвигать себя. Основная ваша задача – это именно личностный бренд, то есть продвижение себя. Поэтому во всех ваших выступлениях, во всех ваших постах люди должны понимать, кто это говорит. То есть люди должны знать ваше имя и вашу фамилию. Поэтому все свои ресурсы, группы в социальных сетях, личные странички нужно называть именно своим именем и своей фамилией. Для чего? Потому что когда люди начнут вас искать в той же самой поиск системе Янекс, напишут, например, Игорь Черноусов, что они найдут? Они найдут ваш YouTube-канал, если он у вас называется именно Игорь Черноусов, вашу страничку в социальных сетях и так далее. Но кроме текста с вашим именем и фамилией, Яндекс будет вам еще искать ваши графические изображения. Поэтому, если хотите, чтобы вас лучше узнавали, желательно, а в некоторых случаях обязательно, на ваши графические изображения вставлять фотографию себя любимого. Но вставлять именно профессиональную фотографию. Одним из заданий у нашей открытой части было сделать профессиональную фотосессию. То есть получить картинку на белом фоне. Ну вот, например, такого плана картинку. Если у вас есть такая фотография, смотрите, как вы можете в один практически клик брендировать любую публикацию в социальной сети. Я загрузил эту картинку в канву. Прижимаю левую клавишу и тащу ее, например, вот сюда. Я уже получил совершенно другое графическое изображение, на которое есть текст, например, с вашим призывом на консультацию, либо с каким-то уникальным коммерческим предложением и вашу фотографию. Вот такие посты, они, конечно, смотрятся совершенно по-другому. И вот именно такие посты уже делают как бы две вещи. Они не только привлекают внимание, они еще и продвигают вас как эксперта. То есть люди уже ассоциируют ваше имя и фамилия с конкретным видеорядом, с конкретной картинкой. Но картинка на белом фоне, это, конечно, хорошо. Но для чего мы ее делали? Если вы захотите картинку на белом фоне наложить поверх картинки, где уже имеется какой-то фон, вот как в моем случае, видите, вот эти зеленые пальмы. Если я возьму вот картинку на белом фоне и наложу вот на эти зеленые пальмы, ну получится, видите, какая-то фигня. То есть этот белый фон просто закрывает собой нужный фон на самой картинке. Для чего я просил вас сделать картинку на белом фоне? С белого фона очень легко вырезать изображение. То есть сделать то, что называется изображение на прозрачном фоне. Вот как сейчас загруженная картинка слева. Это та же самая фотография, но уже с обрезанным фоном. Обрезать фон можно по-разному. Я вам покажу самый простой способ с помощью вот такого замечательного сервиса. Ссылка на него будет дана под видео в данном уроке. Сервис очень простой. Здесь им можно пользоваться даже не регистрироваясь. Но если зарегистрируетесь, получите больше функционала. Но все, что нам нужно, нажать на кнопочку загрузить изображение, выбрать картинку на белом фоне, открыть эту картинку, подождать, когда сервис ее загрузит и обработает. Вот он ее загрузил и обработал. Что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку скачать, и эта картинка скачается на ваш компьютер. Теперь уже вот такую картинку на прозрачном фоне вы загружаете в свой личный кабинет в конве. Загрузки загрузить изображение. И вот такую уже картинку на прозрачном фоне размещаете у себя. Меняете ее размер, делаете ее чуть поменьше. И посмотрите, что мы получаем. Мы получаем вот такое очень симпатичное графическое изображение с человеком на фоне зеленого леса. Загружайте эту картинку себе на компьютер и размещайте в своей социальной сети. Вот такое брендирование собой очень хороший способ закрепить визуальный ряд с вашим изображением, с вашим именем и фамилией. То есть это очень хороший способ продвижения себя как эксперта. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Если у вас нет картинки на белом фоне, вот этим сервисом вы вряд ли сможете воспользоваться. Вам тогда придется изучать Photoshop, либо какие-то другие программы, которые позволяют обрезать фон у картинки. Что я вам хочу сказать в заключение. Есть такой очень хороший способ, он работает уже очень давно. Это способ, который называется продвижением картинками. В поиске Яндекс, когда я написал себя любимого, мне выдались мои ресурсы. Но если я выберу картинки, то я могу найти свои изображения. Вот сейчас их пока только два, хотя изначально весь этот ряд был занят мной. Сейчас тут другой Игорь Черноусов, который более активно, чем я, двигается в социальных сетях. Ну, в последнее время. Как же эти картинки попадают сюда? В принципе, Яндекс умный, он сам все это найдет. Но, чтобы не мучить Яндекс, и чтобы сделать так, чтобы картинка попала быстрее, вот эту поисковую выдачу Яндекса, картинку желательно оптимизировать. Получили мы какую-то картинку. Вот эту картинку я хочу перед загрузкой оптимизировать. Что я делаю? Первое, я меняю этой картинке имя. Я эту картинку называю сразу своим именем. Игорь Черноусов. Дальше можно написать ту нишу, в которой вы продвигаетесь. Но лучше, конечно, здесь написать то название или ту тематику, которую вы делали для публикации в данном посте. Ну, например, я это делал для обучающей платформы. Платформа VivaStabs. Я сейчас это еще выберу, скопирую, потому что название моего файла мне потребуется. Все, нажму клавишу Enter. Вот я получил картинку с уже нужным мне названием. Вот имя файла уже поможет Яндексу эту картинку размещать по нужному вам ключевому запросу, а в нашем случае Игорь Черноусов. Но я на этом не останавливаюсь. Я щелкаю правой кнопочкой, выбираю свойства, открывается окно свойств картинки, и меня интересует закладка подробно. Она сейчас у меня абсолютно ничем не заполнена, кроме одного. Здесь указан автор, то есть человек, который эту картинку создавал. Сейчас мы будем нарушать авторские права. Итак, что я делаю в первом? Я щелкаю по поле название, и вот в это поле вставляю название моего файла. Я его предварительно скопировал, поэтому мне его набирать не надо. Я просто сейчас его вставлю, нажму Ctrl-V, название готово. Тема. Обучение. Тематика обучения. Сразу могу себе поставить оценку, что эта картинка прям популярна. Звездочки. Желательно после того, как вы заполнили несколько полей, нажимать на кнопочку применить, чтобы эти изменения сразу же сохранялись. Далее. Ключевые слова. Это очень важный момент. О подборе ключевых слов мы будем более подробно говорить, когда будем говорить об оптимизации YouTube канала. Сейчас я могу сказать следующее, как можно их быстро себе взять. Вот наш основной ключевой запрос. Поиск Яндекс щелкнул клавишей мышкой. У меня появятся дополнительные запросы, которые набирают люди, пытаясь меня, например, найти. Видите, их достаточно много. Их можно скопировать. Скопировать. Я опущусь сейчас вниз. Вот у меня, видите, все эти запросы. Я их могу выделить. Вот так вот просто-напросто выделить. И скопировать. И размещу их в отдельный текстовый документ. Удалю те запросы, которые мне не нужны. Оставлю только то, что мне нужно. Вот я занимался партнерским бизнесом очень долго. И у меня об этом много различной информации на YouTube-канале. Я поставлю запятые после каждого запроса. Если хотите к своему основному запросу, вас как эксперта, добавить кто-то еще, ну, например, если вы только начинаете продвигаться, например, по вашему запросу, могут ничего еще пока и не искать. Поэтому тогда пропишите, что вам нужно. Например, Игорь Черноусов, ароматерапия, консультации. Те предложения, которые вы хотите продвигать в будущем. Выбираю свои ключевые слова. Возвращаюсь в окошечко. И вот сюда, в поле ключевые слова, я вставляю найденные ключевые слова. Комментарии. Вот здесь можно что-то написать по, опять же, вашей тематике, используя ключевые слова. Ключевые слова, тема, комментарии. Это все можно делать абсолютно одинаковыми для всех ваших картинок. То есть меняю только им название. И это будет правильно. Поэтому все, что вы будете прописывать для своих картинок, вы можете, опять же, сохранить в текстовом документе, потом просто открывать его, копировать, как я сейчас, и заполнять все, что вам нужно. Но комментарии я прописывать не надо. Не буду пока. Поле автор. Взять, написать, опять же, себя. Потому что это ваш основной ключевой запрос. Дата съемки. Можете, опять же, ее изменить. Ну, а все остальное, в принципе, заполнять уже и не нужно. Это уже технические характеристики. Их даже изменить не получается. Вот видите, зачем мы меняли имя файла? Потому что оно, опять же, здесь у нас прописывается. Нажимаю на кнопочку «Применить». Да, конечно, я потратил несколько минут на SEO-оптимизацию этой картинки. Но вот эти несколько минут позволят мне в будущем заполнить поисковую выдачу Яндекс в разделе «Картинки» именно нужными мне картинками. Если вы будете SEO-оптимизировать свои картинки, то у вас будут только ваши картинки. То есть вы выдавите всех своих конкурентов, потому что в основном люди не занимаются тем, чем я вам сейчас показал. Просто не знают об этом, либо не хотят на это тратить время. Но если вы попадаете вот в эти вот первые строчки, то есть нужные вам картинки, и вы будете выдавливать своих конкурентов из поисковой выдачи Яндекс, что очень полезно для продвижения вас как эксперта. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Будут вопросы, обязательно пишите их в ответе на домашнее задание. Продолжение следует...